Здравствуйте, в своем блоге. Ничего святого с Сергеем Поярковым, я тут художник. Можно видеть, каждого гигантской проблемой для Украины может стать Грузия. На это было легко не обращать внимания долгое время, но сегодня это может обернуться огромнейшими проблемами. Потому что есть уже подозрение у многих аналитиков, что Грузия может отвернуться от европейского вектора из-за того, что Иванишвили, который контролирует большинство в парламенте, все-таки возьмет курс на Москву. Если старшее поколение грузин, они выбрали Иванишвили, молодежь категорически в ЕС, но законодательные рычаги пока в руках Иванишвили. И если он заключает вот этот пакт с Путиным, а на каких условиях? Это очень просто. Путин на условиях автономии колоссальной возвращает Осетию и Абхазию. То есть тогда Саакашвили становится возвратителем земель грузинских. А помощь от Евросоюза, ну Путин компенсирует, потому что население Грузии это как население Киева. Там нет каких-то гигантских супер колоссальных цифр. Да и территория эта там небольшая. Поэтому, если Путин получает в свое распоряжение тотальное политическое влияние и контроль над Грузией, он начинает и выигрывает сразу две игры. Он одним махом получает два огромнейших козыря. Если Грузия переходит под контроль, тогда это, во-первых, транспортный коридор. Он напрямую с Ирана сухопутным путем везет, что хочет. Он перекрывает трубопроводы, которые идут в Каспийское море через Грузию и сам контролирует. Он банкует тогда во всем регионе. Тогда решать надо только с ним, если он контролирует Грузию, ну так же, как он контролирует Беларусь. Вот если Бедзина Иванишвили становится таким а-ля Лукашенко, тогда Путин приобретает колоссальное политическое влияние, не только экономическое, не только логистическое. Тогда Путин фактически отрезает, вот просто отрезает Армению от возможности минимального люфта. Тогда вокруг Армении находятся все исключительно враждебные ей государства. То есть, если Армения пыталась в ОДКБ дистанцироваться от России по максимуму, от этого свинтить, и понятно, что с Россией у нее сейчас самые плохие отношения за все время независимости. Азербайджан, который отобрал, ну точнее вернул себе Нагорный Карабах, тоже в друзьях у Армении не ходит. Единственная возможность это, ну как бы Грузия, ну Иран с Арменией тоже, я вам скажу, в десну никогда не целовался. А окруженная сплошными путинскими союзниками Армения будет как шелковая ходить. Вот просто будет по струночке маршировать куда и скажут. Никакого быкования на платформе ОДКБ мы больше не увидим. И если для нас это плохо, то для наших союзников это тоже плохо. Потому что вся политика, которая строилась в Грузии, возможность иметь рычаг противодействия Путину на Кавказе, будет просто потерян. Действительно, молодежь в Грузии, она категорически проевропейская. Да, действительно, ну как и в Белоруссии, молодежь была против батьки. Но огнем и мечом, грубо говоря, враньем и репрессиями Лукашенко таки добился, что он прибил желание своей молодежи, ну вот просто в дорожную пыль. А вот это вот поколенческое различие там в качестве лирического отступления, оно всегда играет, скажем так, негативную роль в прогрессе государств. В Великобритании, когда они объявили Brexit, помните, да, были уверены политики, что здравый смысл, он победит за скорузность. Конечно, в Евросоюзе Великобритания имела перспективы. Но молодежь была вся за Евросоюз, открытый мир, то есть дей куда хочешь, работай где хочешь. Таким образом вырастала конкуренция, решалась куча проблем. Но старое поколение, ну это видно по социологии, и малообразованная часть населения, они все-таки решили вернуться в старую добрую Англию, они не хотели конкурировать. Ну серьезно, люди ленивые, и выдерживать конкуренцию, учиться, напрягаться, людям не хотелось. И они, не понимая, какие проблемы их ждут, решили вот откатить назад, и этот Brexit, на удивление всех, даже тех, кто его организовывал, увенчался успехом. Единственный, кто получил успех от Brexit, это Украина. Потому что Великобритания теперь, не отягощенная обязательствами с Евросоюзом, то есть разорвалась эта связь, может сама поставлять нам что угодно, как угодно, когда угодно, где угодно. И когда у Путина прыгали до потолка от счастья, что Великобритания, она вот, а-а-а-а, алло, улю, все из Евросоюза вышло, гипс снимают, клиент уезжает, это было подано, как Евросоюз разваливается. На самом деле это была их первого удача, потому что они, отделив Англию от, так радовав, ну это же не они отделяли, то есть они так радовались. Вот в их воображении отделенная Англия от Евросоюза дает им преимущество. Ну они получили моральное удовольствие ненадолго, но Украина получила быстрое реагирование и оружие. Пока медлительная Европа чесала репу, Великобритания уже быстро сюда поставляла оружие. США быстро поставляли оружие, только в третью очередь постепенно, потихоньку стал подтягиваться вот остальной Евросоюз. Так вот по поводу Грузии, ребят. Там ситуация очень серьезная, потому что молодежь в Грузии понимает, что сейчас или никогда, или они отстоят свое будущее, или они падут под коту России. Бензина Иванишвили это откровенный путинский ставленник. Он-то лично никогда не хотел в ЕС. И на сегодняшний момент, если он пойдет в Абанк, потому что не похоже, что это торг с Евросоюзом. Очень не похоже, что он просто хочет выторговать себе лучшие условия. Потому что если бы он это хотел, можно было бы это сделать раньше, без вот этих вот уличных акций и накручивания ситуации. В этом всем просматривается вот тот типичный путинский сценарий, как они говорят, борьбы с цветными революциями. Потому что то, что говорит сейчас Бензина Иванишвили, это в точности нарратив путинской команды по поводу цветных революций. Он повторяет слово в слово и Лукашенко, и Януковича, и Путина, и Лаврова те же слова, те же предложения. Тот же дебильный нарратив о том, что это Запад организовывает революцию и беспорядки. Они до сих пор таки не поняли, все эти диктаторы и их приспешники, что они организовывают революцию. И когда они рассказывают, что вот какие-то политические силы там потакают. Слушайте, нельзя же организовать революцию. Я в этом был в середине и не один раз. Я прекрасно знаю там весь наш политик, ну за исключением, конечно, зеленой шайки, этих я хуже знаю. Ну хотя некоторых знаю. Так вот, людям, которые вышли на революцию, политики могут помочь. Там поставить биотуалеты, там подогнать палатки, подвести дрова. Революция это тогда, когда совершенно бескорыстно, тратя свои деньги, люди готовые из принципа добиваться своих целей. И даже идти вверх по институтской совершенно бесплатно. Небесная сотня шла под пули снайперов. За деньги нельзя купить человека, который пойдет под пули снайперов с деревянным щитом. Они не могут этого понимать. То есть, потому что, если это понять, тогда придется им признать, какие они уроды. Что за них никто никогда бесплатно, в принципе, не выйдет. За их идеи никто не пойдет. Им это обидно. И поэтому они пытаются докачать сейчас Грузию. Вот. Я в Грузии бывал. Там очень неоднозначное отношение Саакашвили. Потому что он допустил вот все возможные глупости, ошибки и преступления, которые мог. И фактически он привел Иванишвили к власти. Потому что, ну, Иванишвили и Зеленский всегда приходят вследствие колоссальных правтыков власти. Напишите, что вы думаете об этом поводу. Подпишитесь на мой канал. Лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья мои, обязательно будет за нами. Потому что за каждым из нас не зарширеет. А победа, друзья мои, обязательно будет за нами.